Вот это следующий снимок, значит, вертикально росла, это подготовка к зиме, но у меня уже начинается, как к зиме, я потом буду делать специальные фотографии ближе к зиме, буду делать фильмы, а пока так, я вбил два кола, вот так вот специально, видите, вот, и наклонил, они не привитые, они очень гнутся, легко-легко, балл того, они в такой позе и остаются, вот согнул, коленом придавил, это так, чтобы не испортить листья, пять минут подождал, полену убрал, она так и осталась, значит, следующий этап какой, еще два кола, или четыре, вот по бокам, а потом сверху накрываем тряпкой, вот, а потом заварим снегом, уже с таким расчетом, чтобы это была воздушная прослойка, ну, вы знаете, под снегом всегда теплее, вот пока это дальняя подготовка, это первый этап подготовка к зиме, а вот эти, там я показывал, красивые яблоки, розмарин выше, да, а вот это, сборная профсоюза, здесь вот, пожалуйста, видите, вот ярко-красное, да, это, значит, это бельферки Тайка, да, вот это вот 400-граммовая, она так называется, Антоновка 400-граммовая, вот справа ниже, это, значит, розмарин, так, вот, и что это они тут делают, а я таких ведер соберу 10-20, они падают, я собираю, видели, как птицы расправляются, вот, и я, во-первых, длительное наблюдение привели меня к тому, что у нас несколько ошибок принципиальных, за ними стоит отравление фруктов, вот, увидел гриб, будем травить гриб, а гриб-то не виноват, он дождался, когда дерево искалечили, дерево калечит двое, первая природа, а вторая мы, люди, причем мы даже сильнее, чем это, чем калечит природа, сейчас покажу вам, ниже, правда, еще так, она калечит, но люди сильнее, и в сумме получается ослабленное дерево, так, вот, а дело в том, что мы живем в такое время, когда огромное количество разных, вот я и знаю, такие, наверное, уже не одну сотню, в данном случае, ну, чаще всего это касается грибы, уничтожим грибы, уничтожим мхи и уничтожим лишайники, так, и делают страшную работу по калечителю дереву, вспомните, шпатели, щетки по металлу, себя бы щеткой почистил бы, когда у тебя ранка появится, то же самое из-под этого дерева, а здесь еще добавил еще что, значит, ага, плод в рук появляется на нем дырка, валят на плодожорку, это одно из моих уникальных наблюдений, так же, как я говорю, что миллионы тонн ядов по уничтожению грибов, это ошибка страшнейшая, их уничтожить невозможно, раз, вот, приостановить развитие, это значит, что они медленнее будут сыграть мертвичи, ну, а живое не жрут, живое, ядом можно и дерево убить, вопрос концентрации и в количестве, так, вот, ядом этим жрут, это тоже, как не понимаешь, что если человеку опасно, если мы мрем, как мухи от этих ядов, мы, это одна из главных причин сокращения населения России, бесконечных болезней, забитая больница, знаете, как выкрутились медицинские работники по отношению к миллионам больных, а вы попробуйте, запишитесь, дальше говорить или не надо, попробуйте записаться на прием, вас запишут, а когда придет пора вам явиться на прием, уже бывает и поздно, так и тут, и вот тогда получается следующее, здесь вроде бы безобидно, увидел на фрукте дырочку, не думая, что это плодожорка, выдумали кучу всякой херни, то есть, во-первых, надо облить дерево ядами, опрескивать, а я всегда удивляюсь, ведь не зря же придумали ранцевые эти опрескиватели, или вот эти, знаете, типа краскопульта, там, слава богу, полбочки влазится, там 10-20 литров войдет, и давай, один шик-шик, это чуть устаревшее, а второй вот так вот, надев на мордик, лучше в случае, и вот так целое дерево до высоты 5 метров такой струей, ради чего, а я же этого не делаю, а у меня-то это самое, я не виноват, что, ну, птицы и птицы, вот, я вот сейчас пытаюсь не просто сказать, нет, и все, назвать причину птицы, и идти в следующую тему, мне доказать надо, вот они чистенькие, это на хранение, и вот, смотрите, уже деревья, получаются вот такие, это, это, слушайте дальше, значит, ошибка заключается в том, что если это плодожорка, тогда обливается дерево, дальше, еще, ну, по автоматам, или плюс к тому же еще, по десятки квадратных метров под деревом, потом грабли, потом все это выгребается, для того, чтобы сказать, вам сказать, выгребайте все, и вы тогда избавитесь от плодожорки, там под деревом не будет этих самых, коконам не будет этих самых, куколок, все будет прекрасно, и она не вылетит, на дне залетит, и не отложит опять яйца уже в плодах, все вроде так, но я все время в таких случаях думаю, а вы что, отравив и вычистив 10 квадратных метров под деревом, избавились от плодожорки, вы забыли, что у нее крылья есть, вы 10 метров вычистили, вытравили, а на 11 метров, а она что, не будет там ее, а 20, а в километре вокруг, а вы что, не знаете, что у нее крылья налетают, как где хоть, как хоть, отравить участок под одним деревом, а еще, не дай Боже, если это 10 соток, да, допустим, это, допустим, уже где-то 100 деревьев, 8, 7, 100 деревьев, да, вот, сад 10 соток, это нормально, у меня, допустим, 50 соток, вы можете представить масштабы, мне же цистерну надо подгонять, или хотя бы несколько бочек 200 литровых с ядом, вдумайтесь, кто советует, а главное, это бессмыслица, полная бессмыслица, моя любимая шутка, вспоминаю, когда этот самый лорд говорит своему слуге, Джон, закрой форточки, я не собираюсь за свои деньги обогревать вселенную, а вы собираетесь несколько литров, сделав яда, избавить сад от плодожорки, даже от одного процента не избавите, а главная ошибка в том, что это клюют птицы, клюнула, полетела дальше, корову плодожорка, а что, там ничего полезного нету в этой самой подстилке травяной, это скорость от трава плюс эстопад, вот видите, сколько я наговорил, полчаса уже говорил, ну, воспитание детей выглядит так, вот, дед, деньги нужны, пожалуйста, вот, тысяча рублей, вот она, что особенно это, я больше потом денег верну, вот эти два ведра, вот крайние, вот эти, мелкие, это и есть та самая уссурийская дикая гроша, ну, мои опять поможутся, наковыряют семена, я им опять заплачу, семена высохнут, значит, по 10 штук, по салате я им опять заплачу, мне денег только не надо, я на пенсию живу, а так я обеспечиваю их не только работой, но и здравым смыслом, лучше вот так деревня, вот здесь вот, она день отработала, чтобы заработать тысячу, а то, что мало, это Сонька, как она представилась, София Николаевна, вот, когда-то может залезово встать, так вот, смотрим дальше, значит, дети должны быть в саду, ну, ладно, меняю тему, значит, смотрите, почему сейчас меняю, потому что однажды мне приятель, с которым я давно общаюсь, вдруг присылает мне рекламу, а вот эта у меня старая реклама, два года назад, я наткнулся на нее в интернете, меня поразило, знаете, что сказать, вот этот вот молодой человек, для меня молодой, да, вот, моему сожалению, нам все это недоступно, это Украина, но, это еще была та Украина, я даже в эти годы, вот, еще в 22-м году я на Украину высылал черенки, я высылал, и косточки, я, то есть, иметь такой авторитет, железно, что меня не только белорусы, и русские казахи-казахстанцы, не только, а еще и украинцы, это, я помню Одессу, вот, я помню Днепропетровск, вот, заказывали, я гордился этим, значит, мой сад не хуже, и вот, я смотрю рекламу вот эту, да, и вот это, я ничего не помню, его можно найти, тут написано, источник видео, сайт нарушает, что это, интересно, да, сайт нарушает, законы Российской Федерации, ну, нарушает, ладно, нарушает, но дело в том, что здесь еще, кроме этого, он ходил по саду, видите его фотографии, а у него настоящий, роскошный сад, и вот, я бы с ним, вот сейчас бы не было, вот, такого, проблемы, с Украиной, да, я бы с ним сейчас бы, в мирное время, я бы с ним дружил, я бы от него достал, несколько сортов, наверняка, стал бы он у меня, у него шикарный сад, стал бы он у меня что-нибудь заказывать, я не знаю, может даже нет, а я бы у него заказал, и у него, посмотрите на эти черенки, это черенки нарезаны, это какое качество, а количество, он, наверняка, один из ведущих на Украине, он показывает настоящий сад, настоящий, вот за что я люблю таких садоводов, заметьте, я не о политике, вот, садоводы-братья, смотрите дальше, это берем крайний случай, мой сад, тоже крайний случай, а теперь то, что нормально, мне, значит, попросили прокомментировать, я комментирую, да не виноват, я никого не собираюсь подставлять, я пытаюсь задавать вопросы, итак, свяжитесь с нами, информация в магазине, так, саженцы-черенки, пости Россия, дальше я пытаюсь понять, вот сейчас возьму, вот так вот сделаю, а, ничего не делается, ладно, а, нет, делается, я пытаюсь понять, где, откуда дровички, где адрес, саженцы-черенков, где адрес, Россия, она есть в России, вот, я тогда обратился, к человеку, который меня посоветовал, выписать отсюда, черенки, говорю, Константин, там такие вот, там по 150-200 грамм, вот, ну, я решил зайти на этот сайт, да, вот, и меня сразу бросило, что, что нету адреса, потом, когда оказалось, ну, покопались мы с ним, оказалось Краснодарский край, ну, скажите, саженцы, с Краснодарского края, можно садить в Москве, на Урале, при этом, вот, последний звонок был у меня, с находки, находка, это, знаете, где, на краю света, вот, Сибирь, север России, вот, сейчас, это я вам еще не все показывал, у меня же, есть уже фотографии, моих сортов, моих сортов, которые заплодоносили в Карелии, а Карелия всегда считалась, самым безнадежным регионом России, я же не вижу, что это север, Карелия, поняли, вот, а там мои саженцы прекрасные, не саженцы, а эти, семечки, косточки, саженцы, все прекрасно растет, вот, а здесь, Краснодарский край, я не собираюсь их очернять, я не собираюсь их обзывать, я просто хочу знать, почему сразу не написали Краснодарский край, правильно, догадались, кто покупать-то будет, у нас же люди все-таки, это, со средним образованием, в школе проходили, в Сочи, где, в Краснодарском крае, ну, и дальше идет, позвоните нам, так, вот, или напишите, а раз написал, дальше считайте, что вы уже заказ сделали, в другом месте читаю, внимание, позвоните нам, напишите нам, и опять Россия, и наконец, тогда мне, товарищ, я говорю, а он купил черенки, я говорю, это же может быть, вырастить всякая ерунда, давай разбираться до конца, ведь, почему я должен выбрасывать деньги, ведь, сотни, фальшивых водопитомников, а это, и он мне присылает вот эту ссылку, я на нее нажимаю, внимание, вот, и вот получается, предыстория, вот тут есть такая, автор этого, у нее лучше, он коллекционер, интересное растение, вот, все-все, ну, еще и саженцами торгует, тогда я увидел, вот она, вот каталог, да, и я тогда взял и нажал, знаете что, он же мне посоветовал выписать черенки абрикосов, супер сортов, которые крупнее моих, нажал, и я все обратил внимание, да, вот этот он мне рекомендовал, вот этот, видите, я, во-первых, посмотрел, мне все, что в тарелках, мне не нравится, не нравится, почему, смотрите обратно, ну, эти у меня такие же, точно есть, это черный бархат, да, вот, этот жердель у меня тоже есть, правильно, вот, если это веточка, веточки, 60 рублей, не деньги, я ей по 100, по 200 продаю, вот, но, он мне посоветовал Нью-Джерси, вот, а это якобы 150-200 грамм, так, почему он лежит на тарелочке, я прошу вас, с помощью, дело в том, что все они, вместо того, чтобы показать фотографии, на дереве, я сколько их показывал, сотни, тысячи, и мне всегда, когда нет ни одной фотографии, вот, не считают эти жердели, ну, тут не удивишь, что такое жердели, господи, сало, как сало, вот, а вот, самый вот этот крупный, заманчиво, я должен его выписать, я должен вырастить, почему мне его не показывают на дереве, а вот тут мужик, вот это, вот этот, куда он у меня делся, сейчас, сейчас, вот этот вот, а это настоящий, он уходит по саду и показывает, фотографии с его сада, вот они, и я тогда, к вам обращаюсь, дело в том, что, мой оппонент, и друг, который мне посоветовал, я сказал, я расскажу эту историю на вебинаре, почему, кто-то должен позвонить, 8 953 086 07 71, и сказать, почему вы не показываете фотографии, и ролики в саду, у меня здесь фотографии, занимает примерно 5 секунд, ну вот помните, девочку снимал, с этими, в саду, мальчика снимаю в саду, Сергея, это несколько секунд занимает, это же все современная техника, это вам не те самые, старые, которые называли мыльницы, помните фотоаппарат, мыльницами называли, и вот я хочу, чтобы вы именно позвонили, и не просто позвонили, я хочу, чтобы кто-то из вас, я уже обращаюсь не первый раз, вспоминаем, саженцы написано из Сибири, дальше полсотни или сто фотографий, самых ярких на планете, ну естественно, что они с южных стран, а написано саженцы из Сибири, а фотографии невиданной красоты, и там буквально, если взять вот этот каталог, я не буду называть, к какому принадлежит этому самому, название питомника, им же тоже выживать надо, и так раз пять уже цену скидывать, и избавиться от перекупки, ну как перекупщики, и тут получается, что невиданной красоты плоды, невероятная, которых в Сибири нет, и быть не может, исключено, а вот лапшу эту подсунули, а здесь я еще не знаю, я прошу, звонит человек, и включает запись, очень прошу, ну уже несколько таких было, вариантов, когда мы искали, ну кто-то подставит меня, мою фотографию вставит, якобы это его фотография, якобы с его сада, там я тоже говорю, называл название питомника, помните, я говорю, ребята, позвоните вы, кому-то это должно быть интересно, вот, но к сожалению, и сейчас скорее всего, когда вебинар кончится, ни сегодня, ни завтра, никто не позволит, то есть, плевать-то хотели, ну конечно, предупредить, я предупредил, вот, и человек, который выписал черенки, я говорю, узнай правду, а он не хочет, не хочет обмануться, ну представьте, что ответят, почему плоды на тарелке, это что такое, аренок рядом, пошел, купил, как гигантское количество, в каждом городе, там столько этих южных плодов, но нам-то надо свои иметь, саженцы, свои плоды, не отравленные, у меня же ни капли яду, еще раз прошу, а мы на вебинаре, отдельным фильмом, я вот это, озвучу ваш голос, как с вами разговаривали, пока мне помог только один, Павел Троценко, редактор моих книг, он связался, когда они присвоили мою фотографию, переименовали ее, то есть, они выдумали другое название, моя фотография, Серафим, назвали ее «Успех», придумали ей авторство, придумали ей характеристику, целую биографию придумали, моей фотографии, так, а когда, это самое, Павел Николаевич, мой друг и редактор моих книг, взял и позвонил напрямую, а там написано «Звоните», вот, а ему ловить нечего, он был у него ничего ответить, ну, представился агронок, все, сотрудник, специалист, да, вот это вот так, вы знаете, я уже рассказывал эту историю, но она настолько дикая, вы знаете, да, у нас нет фотографий с плодами, своих, 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 потому что они у нас, фабрикос есть, они плывносят, вот такой был мудрый ответ, и так, еще раз, прошу вас, вот это вот, найдете хоть кто-нибудь, чтобы не просто, не меня убеждали, обязательно, Константинович, там такое чудо, я выписал эти членки, они не обманывают, я уверен, а я не уверен, вот так, ну, следующая пошла тема, так, 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 это мой свитер, это моя рука, это память Яковлева, так, ну, меня иногда спрашивают, сорт какой, вот, ну, учитывая жару, это осенний сорт, так, вот, лещина, про лещину я скажу следующее, меня задал вопрос, этот вопрос есть под этим, я сослался, что будет вебинар, когда люди комментарии пишут, там было написано, а как ее все-таки посадить, если куплю, вот, отвечаю, значит, у меня была неудачная, после двухмесячной, статификации, ни одна не взошла, вот, а осенние, которые валялись просто рядом, с моим кустом, просто взяли и взошли бы сами, хотя их никто не садил, то есть, ответ такой мой, пока любительский ответ, неофициальный, надо много лет с ним заниматься, а что я могу с этим кусом сделать, ну, что, вот, продать вам по 20 рублей, а вы за него, а вы сети не выручите, кто-то сети найдет широкие сертификации, интернет, а кто-то посадит под зиму, и, глядишь, зайдут, вот, я говорю, которые не садились, взошли к ковру, которые точно так же, как еще и это, такая же история с вишней бойлочной, когда плевали, объедали первые деревья, витаминоз, вы понимаете, не было фруктов, 30-40 лет назад в магазинах фруктов не было вообще, давали когда-то наборами, там, банку, это, компота, называлось, как оно, ну, когда несколько разных там, несколько долек, яблони, несколько долек, чего-то еще, и получался компот закатанный, забыл, как называлось это, в сумме, и вот тогда, значит, ничего не было, и когда у меня первые годы, первое, что поспели именно волосы и вишни, мы их ели, так, обжирались, не отходя от куста, и плевали тут же, а потом смотришь, и никто не садил, а из сотни, все ходят, сто, двести, и вот, пожалуйста, также такой же пример, лещина, и такой же волосы и вишни, садите под зиму, если кто мне верит, эту фотографию я показывал, значит, самая роскошная, вот они, собрал молок плодов, вот, оно и видно, что это не кухры-мухры, да, вот, а рядом вот эта банка, сын манджурца, номер четыре, двадцать четвертый год, это что значит, это значит, что она самая сладкая из манджурца, вот, доказывайте, пока я уже два раза показал, ни одного заказа, нормально? Так, а это мой номер телефона, для чего? А, кто-то у меня спросил, а как деньги, ну, и, может, номер карточки пересылать, ну, сейчас все практически перешли, номер телефона, привязан к карте Сбербанка, так, ну, это что, я уже 50 минут говорил, 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 я пошел на кухню, мне надо кипяточку, вот, в один вечер я не научил, с кипяточком не сидя, это займет минуты три, отдохните от меня, если у меня все кто-то слышит, тогда брат, Понимаешь, это не так, Продолжение следует... 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 То есть, ну вы поняли, есть лист, значит есть фотосинтез. Так, каждый лист, это всё-таки фотосинтез. Вот, значит, сахара появляется. Слушайте дальше. Усвоение азота идёт в почве. Ну, естественно, а где же ещё? Кроме того, растения, сейчас поймёте, к чему смысл там, в самом конце будет. Я вначале так думаю, включать, не включать, вебинар, вот это письмо. А потом понял, что надо включить. Хотя кому-то покажется скучновато. Усвоение азота идёт в почве. Кроме того, растения через свои кормы кормят ещё и грибы. Внимание! А грибы им взамен дают магний и прочие минералы, которые они могут получать, растворяя камни, синтезированных ими кислотами. Растворяя камни. Вот. Глубеньки не боятся вспашки. Подходим к истине. Глубеньки не боятся вспашки. И вспашка не прерывает фиксацию азота. Но вспашку не переносит грибница. Поэтому снабжение кальция, магния и так далее пресекается вспашкой. То есть, хрен вам, а не азотовостворимый азот. Пресекается вспашка. Я вот ради этого и говорю. Вот человек, он преследовал роль просто мне разъяснить. Может, вам. Ну, то есть, раскрыл эту тему. Что азот, он нейтральный. Толку от него никакого нет. Азота, море, вся атмосфера – это азот. А растений азота не хватает. Ну, вспомните азот, содержащие эти самые удобрения. Ну, приходится с таким огромным трудом делать удобрения, в том числе азот, содержащие. Почему? Потому что не хочет она какая-то самая... Помогать расти растения. И я зацепился за то, что это моя тема. Пресекается вспашкой. И дальше. Поэтому вспашку следует делать узкими полосами, чтобы оставались очаги гребниц, которые будут разрастаться быстро. Ну, и что? Узкими полосами. А зачем вообще тогда делать эти... Я еще понимаю, когда я делал междуряди, еще когда у меня был промышленный сад на Устале. Вот, я пропахивал все. Вот, у меня было 42 или 45 полос в междурядях, шириной 2 метра. Я бы так и пропахивал. А куда деваться-то? Я боялся пожара. А там не было ни до этого, ни до азота. А вот это вот я зацепил у меня. Пресекается вспашкой. Тогда я начинаю вспоминать. За каким? Когда опять, вот как покажут, как покажут, эта усадьба, она заменила... У меня исчезла на моем канале этот бобер с его глупостями. Появилась усадьба. Но я не говорю, что это глупости. Но там обязательно кто-то что-то рассказывает в саду. Обязательно несколько флаконов. То есть смысл один. Убедить вас, что в этот сад... А сам садовод или садоводка находится в саду. И убеждает, что без этого сада не будет. И тут же сад побелен. Тут же много темных мест. И видно, что сад болен. Тут же искалеченное. Видно, что отрезали много веток. Представляете? И поплакались. И заставляют. А почему сад должен быть больной? Я же вам всегда в здоровом саду показываю все. Вот. И что получается? Обязательно в том саду, который на экране, который видят миллионы, обязательно перепахано в престольный круг. Ну, если... А, это так. Должны знать. Видите как? Если вот все это не делать, длительная работа, выкопать огромную яму, заполнить ее чуть ли не десятью ингредиентами. Вот. Потом закопать. Потом на ней разбить в престольный круг. Обязательно. Да еще газон разбить. Там. Еще посадить цветочки. А вот это что? Снабжение кальция, магния, пресекается с паской. Ну, почему у них не тот уровень, а? Ну, я знаю. Вот этот товарищ знает. Внук Дедич знает. А они-то почему? Ведь они же на экране-то. Не мы. Нас туда не пускают. А почему? Да потому что туда не надо нам эти рекламируют всякую херню, которая разъяряет буквально. Вот высказался я. Вот повезпаска. Вот яркий пример, что спазка это, значит, это плохо. Субтитры подогнал «Симон» Игорь Негода. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...